Здравствуйте, скажите пожалуйста, вы клубнику по чем сейчас купили? 170 рублей. Как вы думаете, она китайская или местного производства? Ну конечно китайская. Еще пару лет назад майская клубника на прилавках удивляла. Сейчас доступна каждому. Правда, эта ягода не местная, в основном родом из Китая. Выращивают ее на таких вот крупных и мелких плантациях, но только в теплицах. Клубника – любимое лакомство детей и взрослых. На этой вкусной плантации выращивают два сорта. Один больше похож на сахар, другой с кислинкой. Приобретая ягоду, у каждого есть возможность самостоятельно собирать самые вкусные и полезные плоды. Даже когда на улице температура под минус 25-30 градусов, в теплице всегда плюс. У китайцев давно отлажена технология выращивания ягод. Сначала высаживают молоденькие кустики в грунт, затем пересаживают в парник. Плоды собирают дважды в год, ранней весной и осенью. Вы знаете, мы выращиваем здесь несколько сортов. Урожай получаем два раза в год и стараемся в теплицах поддерживать только плюсовую температуру, иначе ягода погибнет. Но сама я ем ягоду редко. Я учу сына платно, поэтому все, что зарабатываю, отправляю ему. Богатством сортов здесь не хвастают. Просто каждые 3-4 года высаживают новую плантацию. Но даже на таких небольших, почти семейных фермах собирают по полторы тонны клубники за сезон. В Приморье урожай ждут не раньше, чем через месяц. Здесь ставку делают не на масштаб, а на качество. Здесь на сортоиспытательном участке отслеживают, какие сорта земляники приживаются в Приморье лучше. Так, например, местный сорт, называемый дальневосточница, отлично зимует. Ему не нужен ни снег, ни укрытие. Прежде чем сорт официально оформят, растения проходят испытания. По 3-4 года исследователи внимательно следят, как кусты выживают зимой, как переносят засуху и переувлажнение почвы. Самых устойчивых регистрируют и предлагают фермерам, которые и решают, какую ягоду и как выращивать. И в отличие от своих азиатских коллег, приморцы предпочитают не теплицы, а открытый грунт. Наши производители с этим знакомы, пытаются, есть любители, к нам обращаются с вопросами. А мы, по сути, тоже не можем сказать конкретно, потому что именно этим направлением, закрытым грунтом с ягодниками мы не занимаемся. И у нас практически никто не занимается. Приморские производители уверяют, хоть клубничных теплиц в Приморье мало и ягода появится только к середине июня, местные сорта выигрывают в другом. В плодоносе до начала холодов и химикатов российские производители фактически не используют. Надежда Арсеньева, Максим Малыгин, Александр Бугаков, Панорама.